В одном из выпусков аналитической программы «Алифтолк» наш канал поднимал вопрос о противоречиях в действиях российских чиновников и политиков в отношении движения «Хамас». Акцентировать на это внимание нас заставили выдержки из учебника истории, подготовленного под редакцией помощника президента и бывшего министра культуры России Владимира Мединского, где «Хамас» однозначно классифицируется как террористическая исламская организация. И вот на днях жительница Москвы Виктория Харченко подал жалобу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации за некорректное содержание того самого учебника. При изучении учебника мной выявлены недостоверные сведения, которые противоречат официальной позиции Российской Федерации, а именно в параграфе 11 страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине 20-го начале 21-го века. На странице 142-144 палестинская исламистка-сунницкая движение «Хамас» названа террористической организацией «Выдержка из учебника. Террористы из исламской организации «Хамас». Между тем, в едином федеральном списке организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии законодательством Российской Федерации террористическими, «Хамас» отсутствует. Таким образом, «Хамас» в соответствии с официальной позицией и документами Российской Федерации не является террористической организацией. Харченко обратила внимание на те же моменты, что и мы в своем анализе, а именно на то, что лидеры движения «Хамас» неоднократно приезжали с визитами в Россию, где встречались с официальными представителями Министерства иностранных дел Российской Федерации. Она на примере содержания этого учебника вновь подняла проблему отождествления в России ислама с терроризмом на разных уровнях. Заявитель в своей жалобе также обратил внимание на отсутствие в учебнике исторических фактов преступления еврейских поселенцев в отношении местного палестинского населения. Кроме того, весь параграф в учебнике написан с Комкана и не отображает полной и подлинной исторической информацией о формировании государства Израиль, а именно, исключена информация о Накбе, о массовой резне арабского народа в период с 1920 по 1948 года в Палестине. Это вопиющая несправедливость и однобокость освещения значимых исторических событий. По мнению Виктории Харченко, подобные искажения фактов недопустимы в программе Министерства образования. Издание школьных учебников по истории с некорректным содержанием не только не способствует сохранению исторического наследия в форме исторической памяти потомков, но и в целом компрометирует систему образования Российской Федерации, говорится в тексте обращения.